МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы в рамках заявленной КПРФ акции за достойную жизнь, за честные выборы предъявить еще раз наши требования власти. Они здесь присутствуют, в том числе и некоторые представители силовых структур. Не надо раскачивать лодку, говорят нам президент и представители правительства. Но итоги 2011 года, и это мы с вами прекрасно видим, говорят нечто совсем другое. Развал экономики продолжается. Тарифы под диктовку международных организаций на энергию растут. Цены на питание растут. Уровень жизни подавляющего большинства населения. Коммунистическая партия Российской Федерации сегодня является единственной политической и духовной силой в нашей стране, которая способна спасти Россию в третий раз на протяжении последнего столетия. Как мы знаем, первый раз это произошло в 1917-1924 году, второй раз в 1941 году, в 1945, когда Россия спасла весь мир от фашистской агрессии. И, наконец, нам предстоит эта задача совершить уже в 21 веке. Мы должны это сделать. Мы должны вернуть красную звезду победы, нам знамя народовластия, в нашей стране символизирующаяся... Общественная жизнь в нашей стране есть. Главным образом в двух столицах, в Москве и Ленинграде, люди вышли на улицы, чтобы сказать свое «нет» фальсификациям на выборах, свое «нет» в такой практике, когда власть узурпируется самозванным национальным лидерам. 4 марта все уже якобы схвачено, все уже якобы решено, что они ничего не боятся, им плевать на нас, и как они обманывали, воровали голоса 4 декабря, так они это будут делать и сейчас. Ответ на все это может быть только один. Участие в массовых акциях протеста, участие в работе наблюдателями на участках 4 марта, участие в борьбе коммунистических организаций и протестного движения. Субтитры создавал DimaTorzok